всем добрый вечер это первая студия сегодня будем говорить об армейской жизни мой собеседник представитель республиканского общественного объединения комитета солдатских матерей сердца матерей хайрулина лилия юрьевна лилия юрьевна добрый вечер у нас с вами 15 минут чтобы рассказать о вашем движении и первый вопрос с чего началось вообще вот это вот ваше объединение почему вы его решили создать здравствуйте гульмира создание моим моего общественного объединения началось пять лет назад когда призвали моего сына на срочную воинскую службу тогда мне как матери также было тревожно и то же время интересно куда пойдет мой сын служить как он будет обеспечен что нужно на присягу привести в общем все 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 и эту идею мне подсказал мой супруг я как раз сидела декретном со своим младшим ребенком и он сказал создает такое же общественное объединение потому что я зайдя в google у нас аналогичного не нашла в казахстане вышло только примеры российские с россией ну и таким образом я начала собирать документы сдала их на проверку в юстицию и восемнадцатом году появилось наше общественное объединение по повладарской области я знаю что она вот со временем за эти пять лет она переросла уже такое республиканское движение до буквально два года назад я зарегистрировалась на республиканской уровне и открыла филиалы в городах казахстана областях такие как октябре алматы чем кент петропавловск пусть каменогорск абайска область караганда уральск поладарья до еще конечно не все города очень сколько мам вы объединили уже нас сейчас команде находится 11 человек не так много не так много конечно потому что это все-таки бесплатный труд на протяжении пяти лет мы существуем только сами на свои средства мы сами ездим командировки на свои средства мы сами покупаем какие-то подарки ищем каких-то спонсоров чтобы могли предоставить те же самые книги для ребят воинскую часть да или какие-то подарки на 7 мая или новый год вот поэтому не всех это заинтересовывает сама дорога дать себя проблематично конечно да тем более когда мы ездим на заставы а заставы находятся у нас с вами знаете не близко это занимает много времени на заставу чтобы доехать в одну заставу часа три до у нас к примеру с чем кента представитель моя она когда уезжала по заставам и и три дня дома не было она ездила жамблы скол бы все заставы объездила это конечно отнимает время и от семей и от работы но спасибо всем нашим супругом да у кого есть у меня супруг всем остальным детям что они относятся с пониманием и всегда поддерживают нас за эти годы на каких в каких частях уже удалось побывать сколько вы воинских частей объездить но лично я сама объездила алматинскую область караганда астана семипалатинск пока только у меня ближайшие это же какие-то сигналы или вы уже чисто профилактически мы ездили и по сигналам и по акции у нас была акция совместно с министерством обороны провести акцию армия глазами матери куда я приглашаю с азаром и были инициатором и министерство обороны и мы в общем мы когда-то два года назад подписали с ними соглашение меморандум по работе до со всеми гос структурами такие как министерство обороны национальная гвардия мчс и пск нб хочу сказать сразу многие говорят у вас комитет солдатских матерей какое вы отношение имеете там к примеру к призыву да у нас были такие немножко непонимания со стороны призывных пунктов военкоматов я пыталась им всем объяснить что в уставе в нашем написано что мы касаемся от начала призыва службы и заканчивая даже когда бывает у нас лучше когда мы помогаем ребятам устроиться на работу органы до в органы или ту же воинскую часть или куда-то еще есть полное сопровождение полное до сопровождение у нас идет к нам обращается не только солдаты срочной службы к нам обращается даже контрактной службы да и сами офицеры бывает обращается помочь какой-то ситуации то есть вас уже знают да где такой короткий срок но уже вы о себе заявили ну да вот за эти пять лет чего удалось добиться вот на ваш взгляд самое главное самое наше большое достижение чего мы добились а на совещаниях до в министерстве обороны мы жились и парламенте мы выдвигали предложение по кредитным каникулам это первоначально мы выдвигали предложение что предоставить солдатам срочной службы кредитные каникул сроком на 13 месяцев министерство обороны предлагали на год я говорю нет так не пойдет нужно на 13 месяцев потому что солдат увольняется 26 27 с него будет банку же требовать оплати кредит логично да он найдет работу да поэтому мы просили можно сказать настоятельно что сделали на 13 месяцев на что министр обороны сказал все я буду продвигать ваши дальше вот эту идею и подписывать меморандум какой-то с банками то же самое мы предлагали по поводу учебы чтобы ребятам было был стимул и возможность после прохождения службы пойти учиться чтобы снизить им какой-то порог по енте или что-то но министерство обороны у нас пошло еще дальше и лучше немножко за прислушившись нашей идеи да и они сделали гранты для ребят поступление вузы это гранты самих вузов не государства ничего это вузы которые предоставляют сами свои гранты уже все ваши идеи они в принципе уже нашли до сейчас у нас тоже есть кое-какие проекты но об этом буду говорить позже если не хотите раскрывать пока не да потому что есть такой немножко опыт когда говоришь кто-то подхватит из выдает за свою поэтому пока ничего говорить не понятно как часто вы встречаетесь с министром обороны раз в год по проделанной работе дали по каким-то вопросам в этом году я вот 11 июля посетила его у меня были немножко кое-какие претензии по поводу работы также были вопросы в общем поэтому министр обороны руслан потихович он встретился со мной мы с ним обсудили все он не дал возможность предоставил сразу как говорится транспорт и все чтоб я поехала решила эти какие-то проблемы вопросы в чем он сразу своих замов обязал чтобы они меня сопроводили какие претензии не секрет это не секрет у нас была немножко плохо налаженная работу по поводу военкоматов призывных пунктов так как говорила раньше что они нас не воспринимали потому что мы являемся солдатским матерями что мы к ним никакого отношения не имеем только в этом плане но благодаря министру обороны и господину артыкову который занимается тоже главное управление по призыву я ездила в караганду спас где у них были сборы и мы решили все обсудили дальнейшую наше сотрудничество и работ теперь нет проблем но пока нет как у вас налажено сотрудничество именно с нашими военкоматом ой наш военкомат вообще без проблем с самого первого дня когда я зарегистрировалась и павлодарской области на тот момент у нас еще был военком кузнецов мы с ним мы нашли общий язык мы с ним начали работу потом пришел у нас есимов бауржан тоже с ним продолжали и ну так вот переходим потихоньку проблем нету я на призывной пункт всегда могу спокойно пройти поговорить и с ребятами и с представителями которые приехали за ними да и создать круглый стол между родителями представителями чтобы они высказались а куда их ребята ходят родители очень часто жалуются что заберут ребенка и вот и полная неизвестность вот в этом больше всего заключается наша работа чтобы сделать немножко армию открытую к родителям к народу теперь идут навстречу родители не все родители идут навстречу есть родители которые вот ну принципиально не хотят чтобы их сын отслужил когда их сын наоборот хочет пойти на службу понимаете был даже такой случай буквально вот по зиме феврале месяце мне анонимно пишет призывник в инстаграме и просит пожалуйста вот я вам дам номер телефона моей мамы поговорите с ней я хочу пойти служить я граф почему твоя мама против ну вот то что она у меня одна она переживает за меня отца у меня нету ну пришлось и проводить беседу разговаривать вроде мама поняла сейчас естественно какие-то сама воинская часть открыла и доступ она может позвонить увидеть сына да там чтоб не переживала ну мальчик сейчас дай бог слушать все хорошо вот видите как вот этот вот страх убрать у родителей все-таки какой-то видите столько случаев в армии ну как страх убрать наверное никак не уберешь у каждого пока родители живы они всегда переживают за свои детей пусть вам будет 15 16 или 40 лет правильно без разницы все равно у родителей будет страх когда вы куда-то далеко уезжайте или уходите не звоните не пишите вот это наверно неизвестность больше всего дает страха ваша организация она помогает людям преодолеть да да чтоб они больше доверяли армейской среде также как и военные до открыто шли навстречу к родителям в последнее время много говорим и очень много негатива в армии поэтому такое отношение считаю ну негатив он есть везде правильно согласитесь а начиная от садика заканчивая армии вы посещаете сейчас воинские части что вы видите там много жалоб от солдатами от солдат самих я бы не сказал что от них много жалоб им конечно не нравится вот это вот распорядок дня ротоподъем по стройке смирно да лишний раз не ляжешь не сядешь не сходишь до в сотке не посидишь вот этот самых распорядок дня режим вот это вот первую очередь не нравится солдат все остальное армия дисциплина да вот первую очередь это дисциплина какой-то мужской коллектив в общем все что может там дать как говорится для защиты государства да вот они может быть вопрос о том что наши юноши на сегодняшний день они принципе не готовы служить нет не готов потому что нету того патриотизма который бы передавался из поколения в поколение вот наш патриотизм уже будем говорить так погибает с нашими ветеранами раньше было престижным что меня там муж отслужил где-то у меня действительно муж отслужил и он служил на границе таджикистана это было действительно хорошо но я сейчас ваш сын хотел служить честно сказать нет он тоже не хотел служить он сказал ну мама ну чё я там буду делать год терять просто так я говорю нет нужно пойти отслужить он он пошел он сначала не хотел да действительно отдать и долг родина они больше всего переживают за то что ну что год терять он на тот момент поступил как раз на учебу я горит лучше быстрее отучусь и пойду работать вот это вот у них понимаете но сегодня же армия меняется год тоже сейчас они проводят с пользой армия всегда проводилась используя понимаете сейчас еще больше да как бы польза не сейчас могут и принципе учиться они могут какие-то профессии получать профессию учебу это все сейчас я говорю есть еще кое-какие планы улучшать службу в армии ну я надеюсь получится как нам делать так чтобы люди чтоб молодые люди шли с желанием защищать свою родину ну как прежде всего наверное надо чтобы это было в самой семье если в самой семье не будет патриотизма вы никак его не возродить потому что ну с детства мне кажется надо ребятам говорить что вот ты мужчина ты должен они же матери говорят своим детям да ты мужчина ты должен в будущем содержать семью работать до создать семью обеспечивать родить где детей как раньше говорили ты должен построить дом посадить дерево родить сына там да вот то же самое сейчас все это должно быть также должно быть с детства говорить что ты от должен пойти отучиться ты должен пойти отслужить в армии ты должен получить хорошую профессию устроиться на работу и создать свою семью Вот как вы убеждаете мам, которые боятся своих сыновей? Вы знаете, я их никак не убеждаю. Я просто говорю им на своем примере, что я то же самое, так же, как и вы, через это прошла и боялась, что, не дай бог, что-то с моим сыном случится. Не надо вот это вот в голову себе загонять. Отпустите с легким сердцем. Вы знаете, многие родители нам всегда пишут и говорят, вы знаете, Левина, мы больше боялись. А когда сын приходит, говорит, на дембель отслуживший, это, говорит, два разных человека. Он пришел в статной форме, возмужавший. Даже смеются родители, что он первые 2-3 месяца вот вещи сложил, да, там постель заправил. Ну, соответственно, потом все домашний быт и все это забывает. Но все равно армия – это школа жизни хорошая. Конечно, это очень даже хорошая школа жизни. Лидия Юрьевна, я вас благодарю за то, что вы такой неравнодушный человек, не остались в стороне. Ваш сын давно уже дома, да, но вы продолжаете это благое дело. Наш эфир подошел к концу. Встретимся на телеканале Иртас. Встретимся на телеканале Иртас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова